Приемная кампания ВУЗа стартовала. Конкурс в Академии Следственного Комитета высок. Это радует. Престиж профессии следователя растет. Это порождает проблемы. Следователь или криминалист профессии уникальные. Выбирать студентов из абитуриентов путем арифметического сложения баллов значит заведомо оставить за бортом кого-то из тех, кто душой и сердцем мечтает служить закону и дать шанс тем, кто экзаменационный набор может сдать блестяще, но в профессию по окончанию Академии не пойдет. Именно об этом разгорелась дискуссия в соцсетях. Именно с этой проблемой обращались к председателю Следственного Комитета России выпускники кадетских корпусов, их родители и дети-сироты. Как обеспечить прозрачную, законную, разумную и справедливую процедуру отбора в престижный ВУЗ, которым является Московская Академия Следственного Комитета, этой теме было посвящено совещание, которое провел председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Сегодняшняя наша правовая политика, я же об экономике не говорю, как раз очень часто и говорит, что формальный подход, к сожалению, преобладает в решении многих социальных проблем нашего общества. Поэтому я предполагал сделать попытку, чтобы в нашей системе, мы же не можем говорить обо всех остальных, но как-то, учитывая законодательную базу, возможности альтернативных решений, все-таки сделать так, я третий раз сегодня повторяю, чтобы ребята, которые определились, у них лиц это, смотрите, какие нормальные парни, мужики, наверное, они будут хорошо работать. И плюс сироты, которые, конечно, не могут соревноваться с ребятами из благополучной семьи, получили приоритеты, которые, наверное, имеются в нашем законодательстве. По поручению Александра Бастрыкина будут проработаны различные варианты организации качественной предэкзаменационной подготовки, выделения специальных квот и начисления дополнительных баллов от общественных и профессиональных союзов работников следствия для абитуриентов из числа сирот и выпускников кадетских корпусов и классов Следственного комитета России. На совещании также был рассмотрен вопрос о бюрократических проволочках, которые иногда возникают при выплате стипендии учащимся. Председатель Следственного комитета поручил доложить ему о каждом конкретном случае и оперативно решать эти вопросы. Подводя итог совещанию, Александр Бастрыкин подчеркнул, задача Следственного комитета России обеспечить каждому ребенку, желающему связать свою жизнь со службой, право на реализацию его мечты.